Сегодня у нас 29 апреля, второй день пасхальной недели. Стараюсь особо не работать, не грешить, хотя не получается не работать. Ну и заодно снимать побольше фильмов пока еще есть возможность и пока еще в здравом уме. Итак, назовем этот фильм воспоминания о будущем. Усложним воспоминания Валерия Котсиновича Железова о будущем. Садоводство. 1984 год, приезжаю, покупаю участок сразу на рынок. Господи, уже тогда столько добра на рынке продавали. Но тогда и денег-то не было лишних, да и хотелось сразу что-нибудь такого, а вдруг на рынке продают черешни. Саженцы, купил несколько лет, дал урожая. Мелкое-мелкое кисловичное, причем абсолютно кусты оказались не... Что-то я тогда понимал про пыление. Бесплодное, я их просто вырубил. Но это действительно был кустарник. Вот как я сейчас, теперь я знаю, что это такое. Это была степная вишня. Вот. Ну а всю Сибирь дурили, называя вишней черешней. Вот. Ну я же кто? Я же металлург. А что со Смитлурга взять? Особенно, как имеет диплом лучший изобретатель города Норильска. Счастно, что... Сразу в лес. Вот. Частично накопал дичков, привал за столом. Вот. Частично на месте, прямо там, в лесу, привал, маскировал. Вот. И через 2-3 недели, не все, в Зазеледевшем, переправлял в сад. Сначала было хорошее. Вот. А что-то... Сад хотелось уже с Украиной родом. Вот почему. А здесь уже садоводство уже не еще развито было, но развивалось капитально. Что удивительно, яблони и абрикосы. А, еще и сливы. Ну сливы тут просто корневые отводки. Никто не заморачивался. Размножались в геометрической прогрессии. Вот. А с грушами дело не пошло. Искал, искал, искал. Дикий нашел. Нашел. Нашел в лесхозе. Заброшены десяток деревьев. Огромных, старых. Уссурийских грошей. Лежат ковром. Вот. Насобирал сколько мог. Кому не нужны. Сколько мог насобирал. Подвое оказались были. Я давай искать приводе. Ищу, ищу, ищу. И у кого не попробую. Или несведомное, или полусведомное. Да что такое. Вот. Я в этот самый питомник Абаканского института аграрных проблем. Да, проблемный институт. Там тоже ничего-то нет. Кроме той же волочной вишни. Вот. В Минусинск съездил. Пошарился по рынку. Значит. Груш нет. А сосед мой съездил на рынок. Купил пару этих лукашевок. Оказалось несъедобное. Минусинск отпал. Оставалось в Шушенске. ГСУ. Приехал в Байковой. Познакомился. Видите как. Сказать, что я сидел с Сиднем. Я не могу. Познакомился. Даже подружился. Но. У нее оказалось ворок. И. На тот момент, что она могла предложить сварок. И. 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 Северянка. Северянка сладкая, но мелкая. Сварок крупный. А бывает сварок и 500 граммовый. Все-таки. Молодые деревья ничего. А совсем взрослые уже становятся несъедобные. Вот. Тогда я. Поднакомился с дьяком Александром Ивановичем. Отличный садоводательский мужик. У него не задалась карьера садовода. Великолепный сад. Наедай. Прочее. Да. Великолепный сад. Вот. Настолько великолепный, что туда повадились бичи, чтобы собирать и водные груши, яблоки, прочее. Все, что там было. Вот. Абрикосы, сливы. И на рынок. Вот. Гонял, гонял, он их. Они ему сожгли дачу. Остался заброшенный сад. Приезжаем. Вот, честно. Бери вот это, это, это. Чернки отдает. Вот. Среднерусская. Потом оказалось федевр. Лада. Оказалось федевр. Память Яковлева. Оказалось федевр. Вот эти три сорта. Вот. Вот он и это. А сам мог этим заниматься. Руки золотые. По профессии электрик. И пошло дело. Купил в Ачурах дом. Уехал туда. А там какой сад? Там каждый год 40 до 40. Там у них. Не говорю, что у меня бы там замерзло. Но у людей там все замерзало. На тот момент. Да, понятно. С рынка тащит. Все худеет. И сейчас там ничего-то садов нет. Но это ладно. Это деревня. Это посреди голой степи. Теперь, значит, пошло у меня дело. С Украины привез кое-чего. Вот у меня вебинар сегодня. Сегодня день 29. И сегодня, я не знаю, выйдет ли фильм. Но вебинар, надеюсь, не состоится. Это будет 285. Седьмой год. Практически без перерывов. И вот, что было дальше? Надо было знакомиться с лучшими садоводами. Ну, я же нулевик еще. Вот. Я многого не знал, много не умел. Вот. Познакомился с Борисом Бодрым. Потом оказалось... Я уже сейчас, спустя 40 лет говорю, царство тебе небесное. Это настоящий гений. Вот. Но он так и не состоялся, как гений. Почему? Стране не нужен. Вот что интересно, да? Его еще один раз преследовали за черешней, за его. Ну, 15 метров дерева в диаметре. Да, в диаметре метр. Вот такая черешня была. Непривитая, кстати. Крайне собственная, вот. Его преследовали ученые. Много обещали, но ничего не выполнили. Даже бумажки на память не осталось. Типа сертификата и что-нибудь в этом роде. Вот. Так и умер непризнанным гением. А у него не только были эти черешни. У него был ценный, полнокровный. Почему, говорю, был? Сейчас непонятно, что с ним. Вот. Кто сейчас? Кто там? Ну, тишина. Да вот. Тишина. Потом, значит, от него я все-таки раздобыл у него три сорта черешни. Вот. Я ему, как автору сортов, я человек сортами, да, я платил. Вот. Никто никогда меня не... Это что? Я на халяву что-то добываю. Нет. С Украины привозил черенки. Там у меня родственник по фамилии Горбуз. Родственник. Это самый двоюродный брат моей тогдашней жены. Фамилия Горбуз. Он бы так не дал. Но я ему за каждый черенок платил. И у меня теперь есть несколько супер сортов с Украины. Вот. На вебинаре покажу. Здесь... Как-то показывать не эти... Без превосходных фотографий не получается. Так что следующий этап был Украина. Но это не все. Подружился с Владимиром Степановичем Бородичем. Он на тот момент считался номер один. Почему номер один? А потом, что печатался. В газете статьи появились. Вот. Потом статьи уже очень быстро мои появились. А я его статьи читал и мы так подружились. Вот сад у него был великолепный. Полтонны яблок прекрасных он переводил на кальванов. Вот. Ну, сам, конечно, очень-очень меру пользовался своими продуктами переработки. Но угощать любил. Угощать любил. Молодец. Вот. Прекрасный русский мужик. Руки по плечам были сожжены. Вот. И он работал с помощью самодельных этих... Прикреплял самодельные протезы. Вот. И у него был прекрасный сад. И с ним подружился. Менялись кое-чем. Но я тоже, я помню его. У него чуть-чуть не искал золотые руки. Золотые протезы он это, посадил двухлетний мой персик. Вот. Весной, осенью на нем четыре персика висело. Как он радовался. Однажды мы вчетвером, я с другом, тогда еще напарником, и бородич с этим бельтяевским. Бельтяевский бородич это суперсадоводы нашего местного разлива. вот, так же как бодр. Поехали, нас пригласили. Откуда нас знали? Ну, бородича знали все, бельтяевского все. Им даже интересовался этот самый институт, который имени Мичуринский, ну, так и называется Мичуринский, если вот, вот, в этом самом городе Мичуринский. Вот. Приезжали к нему тоже. Тогда еще мы для чего-то нужны были. А меня с другом позвали, как новоявленных этих фермеров мы взяли, пять гектаров. Сам, организовали фермерское хозяйство, дружба. председатель КХФ железа. И вот тогда, значит, мы поехали любопытством. Вот. Конференцию были одни агрономы, представители колхозов и четыре садовода-любителя. Вот. И тогда, значит, один из нас задал вопрос, я не буду фамилию говорить, председателя, кто вел эту конференцию, ну, местечковая конференция. Это, значит, Минусинска, Бакан, Ценогорск. Ну, от Ценогорска только мы, у нас на Тонке не было. Минусинска, ну, и это, все колхозы с Минусинска котловины. Такая местечковая конференция. И вот, этот, кто-то из нас возьмёт и спросил, скажите, а вы черешни, персиками занимаетесь? Ответ был, говорит, нет, они у нас расти не будут. Мы пробовали, у нас ничего не получилось. Потом, когда я прочитал один из этих, опять не буду говорить, они живы-здоровы, многие, по крайней мере, пусть руководители сменились, но вот этот вот треугольник, Абаканский институт, график, Минусинское научное поле, или как оно называется, вот, и Шушенский МСУ, вот, это всё официальная наука. И вот, представься, кто-то из них издаёт книгу. Видите, я не сказал, кто. А в книге чёрным по белому написано. Вот это отрезаем, это отрезаем, это отрезаем, это отрезаем, это отрезаем, и это отрезаем, и это отрезаем. Вот. Дождю карачиваем и отрезаем полностью. И тогда я понял, не тогда, нет, ещё лет 20 прошло, когда я понял, какую страшную судьбу сыграли эти самые профессиональные учёные, научив дачников, которые имели лучшие сады в России. Заметьте, в Минусинске не было, в Шушенске не было, в Абакане не было, а здесь, да, здесь потеплее. Не знаю, я же, видите, показываю, не замерзающий, не себе, каждый день на 1-2 градуса в среднем теплее, чем в Абакане Минусинске. Вот такие дела. Ну, правда, Минусинец со мной очень серьёзно, с этого спорил, у него была таблица, и он всё время сравнивал, говорит, нет, у нас одинаково. Я говорю, одинаково, потому что город себя греет, где он греет, там одинаково. А у нас он, голая степь, уже на 5 на 8 градусов холоднее, чем в Саиногорске, в степи. Вот, так что, всё понять относительно, но всё-таки, руки чесались, теперь есть и персик, и черешни, всё это неукровное. Вот, конечно, ты заставил резать деревья, калечить, ради пропитания. Вот, но всё-таки, хоть свой матричный сад. А начало было такое, что, уже тогда, рынок был полон фруктами местного производства. То есть, дачники не слили всё это на рынок. В какой-то момент всё переменилось. Это импортом всё завалено. Раз, сменилось поколение, и тех горячих, садовозов с горячими глазами. Железов приехал с Украины, привёз черенки и пошло, пошло. Ко мне толпами приходили. Мне здесь покоя не давали. Вот здесь я рассказываю от каждой отдельной семьи, которые горели глаза. Я учился, тренировался, а потом пришёл на лекции, потом на статьи, потом на книги. Это благодаря тому, что у людей горели глаза. А от следующего поколения глаза потухли, началась Великая депрессия. В Америке это так называлось. А нашу Великую депрессию назвали перестройкой. Тысячи дач оказались брошены, на них и сейчас растут плоды. доживают свой век. 15 лет назад, подорожь, будущее живой-здоровой, значит, бил тревогу, сделал объявление, будем разожрать сады, сады стареются. Вот. Это самое. Ему дали актовый зал в Чернышках, забыл, где, по-моему, где это было. кинотеатр, по-моему, нет. В администрации дали актовый зал. Вот. Бросил клич. Я приезжаю туда. Вот. Я был, кроме Боднера, третьим, еще два человека. Один в деревне, один в черевушек. Все, больше никому не надо. Возрождать и с тех пор, до сих пор, некому. Сейчас рынка тащат саженцы. Сейчас саженцев там полно. Тащат, наверное, в смерть. Как не знали, так и не знают. Вот. Три года назад последний телевидец, с которым я много лет дружил, старался переломить ситуацию, сказал мне по телефону, больше не поедем. Хотят обманываться, то есть на рынок, делать съемку. Хотят обманываться, пусть обманываются. Пускай платят рублем. Злой такой, вот как был. Не буду говорить, какой телевидение. Я дружил и с Шушенским, и с Абаканским, и с Красноярским, и с Сайдагодским. Но такой отлуп я получил. Пускай покупает. Вот. И 10-20 лет назад случилась беда страшнейшая. Людей научили уничтожать деревья. И сейчас учат. Абаканское телевидение этой весной какой-то хмырь, по-другому не скажу. Отпиливал ветки в яблони целиком заподлицо все там. Самое страшное, что он потом все сказал. И замазывать не надо сами взрослые. Где они нашли этого специалиста? Почему не показывают людей с яблоками, с урожаями, с рекордами? Вот. Почему показывают каких-то хмырей, которые колечья деревьев а ведь смотрят за там тысячи, тысячи, тысячи. Вот. И саеногорцы лучшие сады России угробили свои сады. Уничтожили. Вот. Ну, что тут говорить? Грустная тема. Опять грустная. Как ее перевернуть на какой-нибудь веселый лад? Сейчас а какой к черту сейчас только показали по телевизору. Я, что сюда залез в машину и здесь снимаю. Сейчас назад в новости показали то ли НТВ, то ли Первый, то ли Второй канал. Мы теперь дружим с этим с Узбекистаном. Сейчас делаем специально сокращаем дорогу от их фруктов к нашим потребителям. Ну, понимаете, чтобы меньше портились. Правильно. У нас все рынки завалены. У нас денег нет, чтобы купить. У нас у детей портятся зубы, они не знают, что такое эти же фрукты. Цены запредельны для нашего кошелька, для простых людей. Ну, они четверо увеличат перевозку к нам. Куда? Кто купит? Что, будут продавать по 20-50 рублей в килограмм? Да нет, конечно, я не понимаю, кого вытеснят тогда, кекси будут лишние. Ничего не понимаю. Все завалено. В деревенских магазинах все, везде эти фрукты, овощи, все импорт. Импорт. Я как узнал позапрошу в году, что картошку с Израиля привезли. С Египта привезли картошку. Позорище. Вот так мы живем. Опять грустно, грустно, грустно. Что же делать-то? Как дальше жить будем? Дачное садоводство надо развивать. Дачное. Отучить калечить деревья. Вот. Научить. Где научишь, когда это же телеканал усадьбы учат калечить? Все, выговорился. Вот. Дачное движение развивать. Все с нуля начинать. Ни хрена не осталось. Вот. Привезли к нам этот самый бактериальный рак с той же Средней Азии. Миллионы яблони уничтожены по Сибири. Фу. Ни хрена не иму지가 Субтитры Горусс Горусс ley Миллиões Ю Ka Миллиões 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 У нас